Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Гитарист, лидер блюз-группы, певец, преподаватель. Студентов музыкального факультета Университета Оснобрюка он просто заразил своей любовью к блюзу. Тодор, или Тошо, так его тоже называют. Тодорович – один из лучших исполнителей блюза в Германии. Но несмотря на широкую известность и на успех, покидать родной Оснобрюк, который, в общем-то, считается музыкальной провинцией, Тошо не собирается. 25 дисков и более 3000 концертов. Таков послужной список его группы «Блюз Компани». Привет! Я Тошо Тодорович. Добро пожаловать в мою летнюю резиденцию на рыночной площади Оснобрюка. Сейчас я покажу вам три самых замечательных места в городе, где я живу уже больше полвека. Сначала к одному из шедевров современной архитектуры. Это здание построено чуть больше десяти лет назад. Оно – одна из главных достопримечательностей города. Дом музея уроженца Оснобрюка, немецкого художника Феликса Нусбаума, создан по проекту известного архитектора Даниэля Либескинда. Экспонаты музея рассказывают о судьбе Феликса Нусбаума. Выходя из еврейской семьи, он вынужден был в свое время бежать от нацистов в Бельгию. В 1944 году его предали. Нусбаум погиб в Освенциме. Его называют летописцем Холокоста. Его последнее и, наверное, самое известное произведение называется «Триумф смерти». В этом музее представлены и современные художники. Всего несколько шагов, и вы в Старом городе. Тоши обожает его уютные узкие улочки. Мы в историческом центре Оснобрюка. В Старом городе множество чудесных фахверковых домов. Во время Второй мировой войны Старый город был полностью разрушен. Но жители Оснобрюка восстановили его. Так что полюбоваться старинными торговыми домами можно и сегодня. А сейчас я покажу вам жемчужину Старого города. Это дом Вильмана. Вот он. Ему более 400 лет. Он и сегодня принадлежит семье Вильмана. По-моему, он великолепен. Следующая цель прогулки – зал Лагерхаля. Раньше тут был склад, а сегодня звучит музыка. В Оснобрюке, его регионе, больше всего исполнителей блюзов в Германии. А может быть, даже в Европе. Здесь в Лагерхаля. Мы вот уже 25 лет каждый понедельник играем блюз. Вход свободный. Ну что, зайдем? В 70-е годы прошлого века здесь хранились изделия из металла. Сегодня тут проходят концерты, литературные чтения, кинопоказы. Лагерхаля. Любимое место Тодора Тодоровича. Ведь здесь его родной Оснобрюк так красиво звучит. Лагерхаля.